И что думаете о получении мандата депутата Государственной Думы Александром Сидякиным? Ну, тем самым Александром Сидякиным, который бывший глава администрации Хабирова, который, значит, лифтовой бизнес, который, значит, баш спирт и прочее, прочее, прочее. Это все, да? Концессии, энергетические концессии в Ишимбайе, Стерильтонаке и Салавате, это все Саша Сидякин. И вот теперь он внезапно становится, как бы, депутатом Государственной Думы. Кстати сказать, очередной раз. Он уже был депутатом от Татарстана, и вообще он был в трех или в четырех партиях. Сейчас он там крупный функционер в Единой России. Что я об этом думаю? Ну, во-первых, действительно, тучи сгустились над головой Саша Сидякин. Несмотря на то, что он действительно ушел в Москву на повышение, где-то бегает вокруг Медведева и является его заместителем даже. Тем не менее, машина правосудия крутится, и вот сейчас все больше и больше интересных историй скрывается по поводу этих концессий. Все люди, знающие, посвященные в эту ситуацию, особенно в Белом доме, говорят, что это все продукт деятельности господина Сидякина. Вот эти концессии, энергетические концессии, и шума, и сельтамак, и салавата. Помимо всего прочего, вскрыто колоссальное злоупотребление на сотни миллионов рублей в барспирте. И, кстати говоря, там все тихо, гладко, никто нигде не отвечает, никого не судят. Помните, как там с обысками заходили? В общем, Саше понадобился мандат. Вот прямо сильно понадобился, потому что, ну, все-таки неприкосновенность и статус депутата Государственной Думы сейчас работают так, что, ну, вряд ли его начнут там арестовывать, задерживать, или там хотя бы вызывать на допросы. Ему нужна подстраховочка. То есть наделал, делал он здесь в Башкирии. Ну, соответственно, получил. Получил забавным образом, никаких выборов не было. Там один из депутатов, действующих от Единой России, там куда-то ушел на повышение в Совет Федерации, и освободилось место. А Саша Сидякин удивительным образом был в списке следующим за ним. Как он туда попал в следующем? Это уже вопрос там внутри партии, так скажем. Ну вот, и автоматически Саша получил мандат депутата Госдумы, и сейчас будет сеть в Госдуме вообще. То есть и теперь его не достать, не вытащить. Ну, по крайней мере, скажем там, для региональной прокуратуры башкирской, ну, наверное, он теперь стал абсолютно недосягаемым. Потому что, ну, депутат Госдумы не по чину, значит, вытащить его там за его дела в Ашспирте там или где-нибудь на этих концессиях и начинать допрашивать, расспрашивать. Так что, увы, Саша Сидякин с присущей ему прозорливостью не подсуетился, понял, откуда, значит, ветер дует, и решил вот таким вот образом себя подстраховать. Он, конечно, ну, действительно выдающаяся личность вот в рамках вот этой вот «Единой России» и вообще всей вот этой нынешней башкирской и российской федеральной власти. Это, конечно, человек с поразительными способностями к мимикрии, приспособленчеству и определенным, значит, с определенным таким авантюристическим складом ума. Так что, вот, ну, обскакал он всех, в том числе и самого Хабирова. Хабиров по сравнению с ним достаточно заурядный простак. Вот. Как говорится, ну, вот так получилось. Так что, увы, всяческие перспективы на то, чтобы, значит, спросить США из башспирта и там прочих, значит, концессий за то, куда делись все эти гигантские суммы, деньги и условия, уже теперь точно не получится.